приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня у нас будет очень интересное видео потому что я соответственно и вы будем делать первоотшив первоотшив вот таких вот бобинок я думаю многие из вас уже могли видеть такие изделия кто не видел я сейчас расскажу что это такое это бобинки здесь может поместиться три матка не так три матка мулине и автором этих бобинок является евгения колесникова многие знают ее как дизайнера схем но с недавнего времени она увлеклась еще всякими разными как их называют деревяшечками чему я очень сильно рада вы знаете как я люблю всякие такие деревянные изделия под вышивку но раньше я вышивала только бисером один раз я вышивала крестиком там был прям вот такой вот мосюпусенький магнитик а тут у нас как видите деревянная заготовка и перфорация под вышивку можно догадаться что это будут цветочки это будут розочки и с автором схем соответственно является тоже евгения понятное дело она занялась эти по ум несколько месяцев уже этими всякими разными бобинками сначала появились кактусы потом воздушные шарики я вам сейчас буду вставлять фотографии значит кактусы потом воздушные шарики хэллоуинские такие тыквы недавно появилась морская серия там тоже несколько наборов и сейчас вот самая-самая свеженькая эта серия по алисе в стране чудес бобинки и наверное органайзеры тоже есть потому что есть как бобинки так и органайзеры для ниток и сейчас готовится к выходу уже есть анонс серии с гарри поттера вот так вот будут выглядеть бобинки и вот так будут выглядеть органайзеры я если честно На органайзеру уже стою в очереди Они мне очень понравились Я их очень хочу отшить И подарить одной своей подруге Которая просто помешана на Гарри Поттере И на вышивке соответственно Но Евгения предложила мне сделать Первоотшив вот этих вот бобинок Их еще никто не вышивал И я с радостью это сделаю Здесь вот вы видите ключ 29 цветов ниток Нам понадобится на эти 5 бобинок И вот как будут выглядеть Ну я покажу вам сейчас скрин Как будут выглядеть эти бобинки В принципе схемы достаточно простые Я думаю что в день по бобинке Я точно буду вышивать Возможно даже больше чем По одной Посмотрим как это у меня получится Размер бобинок у нас 160 мм Вот так и 60 мм Вот так Кстати я вот нашла фотографию С этим же самым дизайном Можно еще заказать органайзеры Органайзеры тоже классные 10 см в диаметре В принципе позиционируются как мини органайзеры Но это такие будут не совсем прям крохотные Такие средненькие Но вот мне понравились бобиночки Они вскрыты тонким слоем лака То есть не такие прям глянцевые-глянцевые Но лаком вскрыт Имеют такой приятный запах Никакого противного запаха лака Слава богу нет И такие достаточно толстенькие Видите здесь Такие широкие То есть не тоненькое дерево Очень мне нравится И кроме вот этих бобинок Я еще получила вот такие Это я так понимаю Придумала тоже Евгения Такая интересная конструкция Я обязательно вам потом в следующих частях этого видео Покажу как сюда предполагается наматывать нитки Я вчера просто получила Я задачилась если честно Есть вот такой вот вариант И вот такой вот еще с такой перепоночкой Что удобно Что здесь есть место для того Чтобы приклеить какую-то бумажку с номерком Вот оно Получается они так стоят И ты видишь здесь каждый номерок И сюда вешается нитка Наматывается В пасме То есть не вот так вот Как сюда Все шесть нитей Да грубо говоря Все восемь метров наматываются А сюда пасмами То есть как мы привешиваем Вот петелькой на органайзере Ниточной обычно В наборах для вышивки такие идут Вот так И сюда это все организовывается Покажу вам потом обязательно И еще у меня вот такая вот классная есть бобинка Видите Это и органайзер Такой небольшой И собственно сама бобинка Кстати Мне кажется может быть удобно Тут у нас получается два Да То есть сюда можно два матка И сюда еще какие-то пасмы Кстати это очень интересно Например здесь у нас какой-то там Основной цвет Там восемь метров намотан А здесь привязан там какой-то метр И ты из него поддеваешь иголочкой и достаешь Слушайте Интересно Сюда можно развесить Например основные какие-то цвета Типа черный и белый Класс И вот это вот я так понимаю Что уже просто декоративный элемент Я сойду с ума Если ты еще какой-то органайзер Потому что у Евгении там все Я ей вчера писала Что я не помню Когда в предыдущий раз такое было Что я держала в руках какую-то Рукодельную вещь И я не понимала для чего это И как с этим взаимодействовать То есть там есть на что посмотреть И открою вам маленький секрет То ли еще будет Планы просто грандиозные Но я уже собрала все ниточки Посмотрите какая будет красота Как я уже сказала 29 цветов ДМС Нам нужно будет для вот этих пяти бобинок Слава богу У меня это все есть в наличии Так что я вчера их собрала И сегодня могу уже приступать Я не буду вам показывать схему Но поверьте мне на слово Там очень удобно Там схема без бэка И с бэком отдельно То есть просто распечатываешь себе И спокойно можно зачеркивать Не волноваться Что потом не будет видно бэкстича И схема они идут комплектами Соответственно вы можете купить бобинки комплектом И схема тоже идет Таким заархивированным файлом На 5 этих Получается на 10 схем Грубо говоря То есть 5 с бэкстичем И 5 без бэкстича Ну просто я вчера выбирала эти нитки Красота Я уже не могу дождаться Когда к ним приступлю Мне уже вчера Женя писала Говорит Ты с какой будешь начинать Я говорю я не знаю Говорит я жду То есть ну первое от шефе Я так поняла Это такое волнительное все таки событие Но сегодня у нас с вами Одна розочка уже точно будет готова Не знаю правда какая Сейчас буду смотреть Там у нас получается все по-моему идут Да ну все в оттенках розового Такие коралловые Розовые Такая розовенькая С желтым И одна прям желтая Классная Ну что Давайте Без лишних разговоров Так уже Много я наболтала Давайте начинать Еще раз всем привет Сегодня уже следующий день И как вы можете видеть Все мои продвижения Налицо Я вышила две розочки Но на них еще как вы видите Нет бэкстича Хотела с вами поделиться Показать вам Как это все выглядит без бэкстича И поделиться своими первыми Самыми свежими впечатлениями Давайте наверное по порядку Первое Когда я села вышивать Я взяла схемы Я взяла все эти заготовки в руки И первая мысль Которая меня посетила И собственно первая задача Которая передо мной стояла Это определить Какая схема К какой заготовке Относится Схемы там Черно-белые С цветным бэком И Ну это было сложновато Вот черно-белая схема И вот эти вот Разные формы розочки Что куда Я задумалась Но потом до меня дошло Я еще раз открыла Открыла тот скрин Который я вам показывала И сейчас посмотрите Пожалуйста на него Мы четко можем видеть Соответствие Вверху у нас вышитый цветок А внизу у нас Собственно сама эта бобинка И мы видим форму этой перфорации И вот собственно по этому скрину Я и разобрала По очередности Своей бобинки Но потом стала вторая задача Какая схема К какой бобинке относится И тут уже Было еще проще Потому что схемы идут подряд Вот как они Идут вот эти вот бобинки На скрине Там вот эта вот первая розочка Которую я вышивала Потом желтая Потом следующая 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 Точно так же идут схемы Вот в этом вот файле Которые вам присылают То есть сначала первые бобинки Схема Потом второй Третий Четвертый Пятый Так что там точно Не запутайтесь С этим вообще Никакой проблемы Проблемы нет По поводу количества цветов Да, я говорила Что 29 цветов У нас всего Но в каждой бобинке Отдельно используется Цветов не так много То есть у меня Вот в этой вот Наверное Ну сейчас конечно Так передают Странно Вот в этой вот У меня использовалось Ну я не знаю Цветов наверное 7 Где-то так Ну и вот что-то подобное Вот в этой С чем я столкнулась Впервые Вот в этих вот Двух бобинках Это с дырочками Которые остаются Не зашитые Видите Вот здесь вот Дырочки Которые не использованы Вот здесь вот Есть дырочки В которых нет крестиков Когда я начала Вышивать Я побоялась Я несколько раз Проверила Я побоялась Что я допустила ошибку Что я пересчитывала Думаю Нет Ну что здесь что-то не так Как тут остается По схеме Три крестика Когда здесь 5 дырочек Но потом я поняла Что вышивка На таких перфорированных Заготовках Отличается От вышивки На таких же заготовках Бисером Потому что Бисером должны быть Закрыты все Вот эти вот Места А здесь еще будет Бэкстич И вот эти вот дырочки Они для бэкстича Я с таким Впервые столкнулась Так что если будете Вышивать Не пугайтесь Все вы делаете правильно Это просто Отверстие Для бэкстича Бэкстича здесь Достаточно много На вот этой желтой розочке Будет чуть поменьше На вот этой красной Будет побольше По той простой причине Я видела Уже Вышивает моя подруга Сейчас Воздушные шары И там кстати Все заготовки Одинаковые То есть Все Для всех По-моему там тоже 5 шариков Все заготовки Одинаковые То есть Одинаковое количество Дырочек Там не нужно Смотреть Какая бобинка Какой схеме Принадлежит И там Бэкстича Поменьше Здесь все-таки Это цветок Это роза А у розы Очень много Лепестков И ты никак Не подчеркнешь Эти лепестки Без бэкстича Ну конечно Видно Что это Цветочки Но конечно Такие Достаточно Пока что Размытые Но бэкстичем Я сегодня Все это Исправлю Но мне Очень нравятся Переходы Цветов Вот что на одном Цветке Что на другом Цветке Очень красивые Нежные Переходы Я иногда Перепроверяла Особенно Вот в этом Вот цветке Желтом Я перепроверяла По нескольку Раз Действительно Я вышиваю Правильным цветом Потому что Цвета были Очень близкие Но мне кажется Что когда Я сделаю бэкстич Это все будет Оправданно Схемы мне Очень понравились Я вышила Вот за один День Фактически Неспешно Себе В развалочку Вышила Две бобинки Осталось еще Три Кстати Схемы Отличаются Вот это Кажется Что вроде Они Не так сильно Отличаются Друг от друга На самом деле Вот эта схема Была гораздо Больше Чем Чем вот эта Не знаю Как такое Может быть Но вот Вот в этой Крестиков Больше Чем вот в этой До 100% Потому что Эту я вышивала Наверное Процентов 70 Времени И эту Процентов 30 Может быть Я конечно Руку набила Это Все может быть И также Еще одно Когда вы будете Вышивать Такие бобинки Нужно Обязательно Вы рассчитываете Какую длину нити Вам нужно взять И вы Вышиваете И вы Метровые Хватило На 10 Крестиков И вы Думаете Так Что с этим Миром Не так А потом Оказывается Знаете Что Толщина Толщина Самой бобинки Съедает Достаточно Много Ниток Поэтому Нужно Рассчитывать Что это Не ткань Которая Плоская А тут Есть толщина И вот сюда Тоже На эту толщину Уходят нитки Могу вам Конечно Показать Изнанку Это еще Без бэкстич Она уже Страшна Давайте Не об этом Изнанку Я думаю Скорее всего Буду закрывать Я думала Думала Как это делать Скорее всего Это будет Фетр Вот Как-то По форме Этого цветка Не на всю Бобинку Потому что Сюда же Подразумевается Нитки Наматывать Думаю Что Вот как-то Так Вот Сзади Подберу Какой-то Фетр По цвету Самого Этого Дерева Потому что Изнанку Все-таки Мне кажется Надо Закрыть Ну что Наверное В следующем Кадре Я вам покажу Уже Эти Две Бобинки С бэкстичем И Вот эти Три Без бэкстич Я думаю Что не будем Затягивать Это видео Показывать Каждую бобинку По очереди Но все-таки Без бэкстич Хотела вам Показать Как это Выглядит Мне кажется Что разница Будет Большая Бэкстич Понятное дело Бесчетный Потому что Это деревянная Заготовка И Меня это Очень радует Потому что Не любитель Я не счетного Бэкстича Как думаю Многие И Выглядит Он Достаточно Легким Несмотря на то Что его Много Но Выглядит Он Несложным Весь Бэкстич Хорошо Отличим Друг от друга Даже могу Вам сейчас Показать На Ключе Вот У нас 6 цветов Бэкстича Но Они все Легко Различимы Видите Даже Вот У нас Какой-то Розовый Пустой В середине И Вот Эти Вот Бордовый И Такой Малиновый Тоже Друг от друга Хорошо Отличаются Так что С бэкстичем Проблем Быть не должно Все крестики В 2 сложения Весь бэкстич В 1 сложение Все достаточно Стандартно Поэтому Давайте Я отправлюсь Делать бэкстич И Встретимся С вами Через секунду Всем привет Сегодня уже Пятый день Моих цветочных Приключений И Спешу вам показать Что же у меня вышло На данный момент Я закончила Бэкстич На вот этих Вот 2 розочках Как вам и обещала Показать На желтый У нас здесь Бэкстич В 1 и 2 нитки Я вас Немножко обманула Белый бэкстич Здесь В 2 нитки Весь остальной В 1 То есть Тут у нас Белая нитка И темно-зеленая И здесь У нас Тоже темно-зеленая Получается Темно-красная И белая Вот как это Все выглядит Если Поближе Темно-красная Она так в глаза Не бросается Но в жизни Вот Ее очень хорошо видно Не знаю Как вам сейчас Через камеру Но в жизни Ее очень хорошо видно Она подчеркивает Очень удачно Лепестки Красота Вышла В желтой розе Мы меняли Немножко цвета Бэкстич Они здесь были Более Бледные Мы поменяли На более темные Потому что Так Конечно Короче Поверьте мне На слово Так гораздо лучше Так что Все кто будет Покупать эти схемы Получат уже Схему С вот таким Вот вариантом Бэкстича Потому что До этого Сейчас я посмотрю Какой был Ниткой До этого У нас был 580 Вот видите Какая разница То есть Его было Не очень хорошо видно Так что В нашей команде Бэкстичей Произошла Замена Так что Это вот Две уже Полностью Готовые розочки И сегодня У нас будут Готовы еще Три Вот они Вот еще Три розочки Уже полностью Готовы Только без Бэкстича Вышиты все Крестики И вы знаете Я вот на них Сейчас смотрю Они и без Бэкстича Уже в принципе Очень хорошо Угадываются Видно Лепесточки Видно серединку Вот этой вот Розочки Тут видно Видите Вот серединка Серединка Такая оранжево-желтая Потом Переходит в розовый На вот это И на вот это На всех видно В принципе Лепестки Но Я все равно Сделаю по ним Бэкстич Думаю Что сделаю Его уже Сегодня Итого У меня получится Что уйдет Пять дней На все бобинки В принципе Пять бобинок Пять дней Учитывая Мои не очень Быстрые темпы Сейчас В период Отдыха Отпусков То Мне кажется Нормально Вышивается легко Схемы легкие Со схемами Вообще Никаких у меня Не было проблем В каждой розочке Как я уже говорила Не так много цветов Так что Схемы Вообще Абсолютно Легкие Ну что Увидимся с вами Через секунду Когда я уже Выполню Бэкстич На всех розочках И покажу вам Их всех В готовом виде И так Я сама Не могу В это поверить Но Я закончила Свои бобинки Почему я не могу В это поверить Потому что Предыдущее Включение Было буквально Час назад Я села Настроилась на то Что я буду Долго делать Бэкстич В итоге Максимум За час Я его сделала Давайте же Посмотрим Поближе На эти Три Бобинки Что у нас Получилось Это вот Одна Вторая И третья Честно вам сказать У меня уже есть Любимчик Среди всех Пяти бобинок Как вы думаете Делайте ваши ставки Какая бобинка Какая розочка Мне нравится Больше всего Ладно Я вам подскажу Больше всего Мне нравится Вот это Вот это вот Средняя Не знаю почему Но Это Моя любимая Хотя я думала Что будет Либо первая Либо вторая Нет Вот это Мне почему-то Понравилось Больше всего Но они все Безусловно Очень красивые Я уже Жду не дождусь Когда приступлю К органайзерам О которых Я рассказывала Вам В предыдущих Кусочках Видео В начале Видео Там будет Такая Знаете Достаточно Большая Область И Очень интересно Как это будет Происходить Но Конечно Этими бобинками Я очень довольна Мне кажется Получилось Очень красиво И я Обещала Показать вам Бобинки Вот эти В самом начале Видео Как ими Пользоваться Вот как Выглядит Эта бобинка С ниткой Вот таким Вот образом Должна организовываться Нитка На бобинку То есть Просто Как на Ниточный Органайзер Из набора Если здесь Нет деления Видите По центру Мы можем Просто Вот так Вот Пользоваться Сюда Можем Приклеить Номерочек Они могут Так стоять Друг за другом С номерками Или же Мы можем Таким образом Сюда Намотать Ниточку И закрепить Ее В одно Из Вот этих Вот делений В одно Из этих Прорезей А вот Эта вот Бобинка Предназначена У нас Уже Для блендов Видите Здесь Есть деление И вот Таким образом Мы можем Навесить Сюда Две Нитки Подписать Номерки И использовать Либо Так Либо Опять же Закрутить И сюда Прикрепить Кончики Ниток Очень интересно Никогда не видела Подобную Конструкцию Впервые С таким Сталкиваюсь Будет очень Интересно Попробовать Как это Все в работе Но в принципе По Оно Внешне Выглядит Иначе Конечно Чем мы Привыкли Но По Технологии Вынимания Отсюда Ниточки Все то же Самое То есть Мы берем Иголочку Поддеваем Одну Ниточку Вот Из Вот этого Из Вот этой Пасмы Как бы Горизонтальный И Вынимаем Одну Ниточку Спокойненько Никаких Сложностей Здесь не будет Ну что Все Поделилась Я с вами Своим Опытом Первоотшива Опыт Действительно Был для меня Очень Интересный Это все Было Очень Познавательно Я надеюсь Что Это далеко Не последний Раз Когда мне Предоставляется Такая Возможность А Конечно Ссылку На Группу Евгении Колесниковой И Конкретно На Вот эти Вот розочки Где вы На внизу Под Видео Все Спасибо Всем Большое За Внимание Удачи Вам И Творческих Успехов Пока